Субтитры сделал DimaTorzok Одна из таких важных для наших городов российских Потому что проблема это уже очевидное Нагромождение вывесок различных магазинов Абсолютно различные эти вывески, собственно говоря И от этого просто теряется дом, собственно говоря Я имею ввиду вывески продуктовых магазинов, бутиков различных Это все вот это вот, извините Просто, ну, некрасиво Просто некрасиво Я не знаю даже, как это сказать Но фасад здания, а ведь здания некоторые, например, исторические Да И просто теряется вид, красота Да даже на новых зданиях тоже это некрасиво Просто некрасиво Я поэтому, собственно говоря, привел, ну, несколько Фотографий нашел Если честно Несколько И решил В начале видео добавлю их Вот так вот Ну В Кольске тоже таких Полно вывесок, собственно говоря Их очень много вывесок Ну, и вы поняли, о чем я говорю Они Некоторые С лампочками, можно так сказать Светятся Некоторые не светятся Некоторые Металлические Некоторые просто даже Ткань какая-то Ну, просто плакат Висит С названием Не поймешь каким Это тоже, собственно говоря Ну, просто некрасиво И вот это вот Обилие Различных Моих мелких Предпринимателей Это просто зашкаливает Если честно Я вам хочу сказать Это просто Трэш какой-то Самый настоящий Потому что это Ну, невозможно Вот Хочешь пройти спокойно А Отвлекаешься На вот эти вот На самые различные И теряешься Даже глаза разбегаются Куда хочешь идти Вот И ведь Возможно, что рядом Совсем рядом Одинаковых Продуктовый магазин Одинаковые Два, может быть Ну, разные названия И владельцы И вот это тоже Если честно Мне непонятно Зачем Для чего Такая Обилие Непонятных Магазинов Каких-то Часы Рядом Продуктовый Магазин Либо Продают Ручки Книги Рядом Вот это все Перемешка Может быть Даже банк Рядом Стоять Зачем Это так Вот делать Зачем Это некрасиво Просто некрасиво Я, собственно говоря Ну, не знаю Возможно Я не прав Но мне кажется Что это Ну, как-то Вот Некрасиво Именно Об этом Я, собственно Говоря И видео Это Есть Да Опять Взбиваюсь Перебиваюсь Ну, вот Собственно Говоря Вы поняли О чем Я говорю И Показав Несколько Фотографий Вначале Вы поймете Что это Ну, собственно Говоря Просто Очень И очень Некрасиво Это Совсем Некрасиво Такого Не должно Быть Просто Не должно Быть А оно Есть Потому что Никто Не следит За этим Никто Обилей Все Различных Пивных Магазинов Рядом Парикмахерские Рядом С пивным Же Магазином Потом Рядом Духпродуктовый Магазин Аптека Рядом Что Вообще Это Ну Просто Непонятно Крепежный Магазин Может быть Даже Рядом Цветочный Магазин Рядом Вот Это Все Перемешка Вот Перемешка Всего Абсолютно Всего Это Просто Неэстетично Но это Никто Не понимает Собственно Говорю И не Обращать Внимания А ведь Это Ну Просто Некрасиво Собственно Говорю Я даже Не знаю Как это Объяснить Но это Просто Некрасиво Это Выбивает Скелли Понимаете Я Вообще Считаю Что В доме Ну Не должно Быть Вообще Магазинов Это Ну Как-то Ну Некрасиво Хотя Возможно Это Приносит Прибыль Кто Аренда Ну Вы Понимаете Что Я говорю Но Мне кажется Это Как-то Некрасиво Именно Об этом Я не знаю Для чего Записываю Это Видео Потому Что Мой Контент Совсем Другой Хотя Если Честно Не знаю Мне Это Не нравится Просто И Все Я Поэтому Решил Сказать Вот К примеру Вчера Гулял Вывески Нормальные Не знаю Поняли Вы Что Я Хотел Сказать Не Поняли Но Мне Кажется Что Должны Были Понять Потому Что Ну Это Просто Некрасиво Я Считаю Это Не Эстетично Неправильно А Если Это Еще В Историческом Доме То Это Вообще Неправильно Я Вообще Считаю Что В Исторических Домах Ну Просто Магазинов Таких Вот Быть Не Должно Так Нет Ж Они Могут Еще Переделать Фасад Здания Перемалевать Другой Цвет Нет Еще Ужас Не Понимаете Вот Что Я Хотел Вам Сказать Донести Собственно Для Мысль Какую Потому Что Это Неправильно Вот Представьте Себе Здание Белое Или Зеленое К примеру Говорю И тут Какой Нибудь Предприниматель Берет И Закрашивает Его В красное Кусок В красное Не все Здание А кусок Вы Понимаете Как Это Выглядит Это Выглядит Вообще Ужас Это Вообще Ну Просто Выбивает Из Общего Цвета Здания Потому Что Здание Например Зеленое А тут Красный Кусок Ну И Что Это Такое Лепнина Какая Это Непонятная Для Чего Это Делать Я Не Знаю Опять же Говорю Не Знаю Для Чего Для Чего Я Записываю Тоже Не Знаю Но Собственно Говоря Я Надеюсь Что Вы Это Видео Посмотрите На Моем Ютуб Канале Хотя Большие Видео Вы Не Смотрите Подпишитесь На Меня Поставите Лайки Да Я Собственно Говоря Буду Завершать Я Думаю Потому Что Фотографии Которые Будут В Начале Все Вам Скажут За Меня Собственно Говоря На Я хочу Сказать Кое Что Вот Представьте Себе Что Вот Эта Вот Бумажечка Является Может Так Сказать Близкой Магазина Любого Какого Нибудь Магазина Как Вы Считаете Прохожий Кто Нибудь Ну Кто Проходит Мимо Что Он Может Сказать Про Этот Магазин Богат Или Его Владелец Я Думаю Прохожий Ну Кто Нибудь Кто Проходит Мимо Скажет Что Этот Магазин Мелкий Скажем Так Но Если Он Узнает Что У Этого Владелица Магазина 70 Миллиардов Долларов И Что Он Подумает Тогда Прохожий Этот Ну Кто Проходит Мимо Этого Магазина Он Подумает Что Владелец Данного Магазина Он Просто Поскупился И пожадничал Ну На Рекламу На Свою Вывеску И Решил Простую Какую-то Бумажечку Такую Вот Прилепить Просто Вот Представьте Себе Что Это К примеру Вывеска Как я уже Сказал Представьте А Теперь Представьте Что Будет Если Мы Скажем Так Несколько Переделаем Эту Бумажечку Ну Сделаем Ее Более Такой Металлической С Лампами С Различными С Музыкой Даже Добавим Туда Какую-нибудь Как-нибудь Как вы Считаете Больше Пойдут В этот Магазин Или Мало Я думаю Что Много Вот Поэтому Есть Такие Вот Владелицы Скажем Так Магазин Которые Просто Жадничать На Вот Такие Вот Штуки И Получается Собственно Говоря Такое Вот Я даже Порвала Ее Потому Что Ну Представьте Себе Что Вот Это Вот Из-за Этого Всего Бизнес К примеру Ну Просто Исчез Вот Представьте Себе Просто Представьте Просто Предположите Мы Это Скамкаем Изничтожим И Бизнеса Нет Понимаете В наше Время Реклама Такие Выски Решает Все Поэтому Если Вы К примеру Бизнесмен Не Жадничайте На Рекламу Ну Просто Не Жадничайте Положите Хотя бы Сто Миллионов На Рекламу Или Сколько Нем Вот Просто Сделайте Тогда Ваш Бизнес Полетит Вверх Как Это Бумажка Вот Представьте Просто Представьте Да Я Ее Потом Уберу Просто Представьте Себе Это И Просто Предположите Вот Собственно Говоря Это Все Я не знаю Для чего Это Сказал Вам Ну Вы Наверное Поняли Что Я Хотел Данной Налогии Вам Сказать Я Забыл Сказать Просто Поймите Что В современном Мире Ну К сожалению Просто Ну Трудно Создать Нормальный Бизнес Потому Что Представьте Себе Вы Открываете Магазин Вот А В это Время На Другой Стране Города Ли Деревни Ли Открывает Другой Магазин Но Человек Боль По Богачему Скажем Так Вы же Взяли В кредит В банке К примеру Ну Просто Открыли Небольшие Где Продаете Свои Фрукты Например Ну Не Свои Фрукты Я имею Ну Просто Маленький Магазин Представьте Себе Как Вы Думаете Долго Ли Продержится Ваш Бизнес Если Ну Рядом Находится Такой Более Крупный Бизнесмен Скажем Так У Него Больше Денег У него Есть Я даже Не знаю Где В Доминиканской Республике К примеру Какой-нибудь Замок Там Дворец Сможете Сможете Ли Вы Человек Имеющий Лишь Аку Гараж Дачу Бабушкину И просто Какой-нибудь Домик В деревне Вы Вы Выжить У У У Много Денег Больше На рекламу Он Отбахает Скажем Так А Что Вы Можете Сделать Ну Станете У Своего Магазина И Станете Вот У У меня товар крутой, вот, у меня денег нет, но я что-то делаю тут, вот, у меня вкусные булочки тут находятся. Да не сможете. Вы просто будете уничтожены тем бизнесменом, скажем так. Просто будете уничтожены. Я не знаю, какие он способы найдет вас уничтожить. Либо у вас, ну, денег кончится на кредит, либо он клиентов ваших переманит к себе просто-напросто. И вы, ну, просто не сможете. Он вас просто задушит, вы понимаете? Вот, что я хочу вам сказать. Поэтому, ну, не делайте так вот, ну, я не знаю, я неправильно, может быть, говорю что-то. Ну-ка, мне кажется, что я что-то говорю правильно. Просто это как-то выглядит глупо, когда не поймешь, кто открывает магазин. Любой. А рядом это время находится магазин, как-то, ну, целый будь какой-нибудь там, огромнейший. У него есть и деньги, и влияние какое-то есть. И даже какая-то крыша, может быть, есть. Не лицепривая личность у нее. Ну, в общем, вы понимаете. Поэтому, ну, как это выглядит, несколько вот. Просто странно. Просто представьте, что вы не сможете. Вы взяли в кредит. А кредит же нужно отдавать? Нужно. Как вы сможете его отдать? Если у вас, к примеру, всего лишь за один день пять человек приходят. Да у вас ничего, ну, максимум 7 тысяч. И все, максимум. Это если учесть, можно не просто воду у вас купить за 100 рублей, и все. Ведь это же тоже считается так. Ну, вы просто не сможете, вы поймите. Ну, какие вы сможете фрукты продавать? Вы какие? Это же вы с поставщиком договоритесь, как я думаю. Это не так-то просто, мои дорогие. Ну, какие бананы? Откуда вы найдете бананы? Откуда? У вас есть машина, которая привозит вам бананы? У вас будет это? Да не будет. Что вы сможете продавать? Яблоки. Да яблоки везде, дорогие мои. Это вообще самый такой вот продукт распространенный, скажем так. Что вы сможете вот продавать? Воду. Какую воду? Вот какую, к примеру, воду вы сможете продавать? Славяновскую? Я думаю, она дорогая. Сможете ли вы договориться с заводами, чтобы они для вас продавали, скажем так, ну и вы закупали. Сможете ли вы договориться, к примеру? Сможете? Да я думаю, нет. Потому что доверие, ну просто как-то мало доверия к такому человеку, который взял кредит. Вот, значит, завод к производителям будет считать, что вы не сможете, к примеру, с ним связи устраивать различные. Потому что, ну, невозможно. Вы просто поймите. Вот это я не знаю, для чего я сейчас вам говорю. Ну, потому что видео совсем на другую тему рассматривалось. Ну, у меня получилось, как всегда, я говорю, вот что я захочу говорить, да и буду говорить. Вот такой вот я человек. Просто такой человек. Ну, представьте себе, просто представьте. Вот это вот, опять же говорю. Просто представьте себе такую картину. Да вы не сможете. Вы просто, ну, не сможете. Это вам нужно либо на 24 часа открывать, потому что, как я считаю, 24 часа, это больше даёт, ну, скажем так, привалочку. Ну, обычно 24 часа, это рассчитано для таких вот личностей весьма нелицеприятных, скажем так. Так, это же ещё нужно найти сотрудников. Сможете ли вы сами 24 часа сидеть у прилавка и продавать шейню? Да не сможете, дорогие друзья, не сможете. Это нужно платить. Раз, платить. Найти какое-нибудь помещение. Это два. Купить, хотя бы как-нибудь облагородить его. Хотя бы обои какие-нибудь дешманские присандалить, скажем так. Да не получится у вас. Даже если вы возьмёте в кредит, ну, 70 миллион, не получится. Да никто вам и не даст, если, кажется, что вы получаете, к примеру, 12 тысяч. Никто не даст вам даже, наверное. Я не знаю, собственно говоря. Может быть, я не прав. Может быть, я, если что, сам не знаю. Но мне кажется, что я немного говорю правильно. Ну, не получится у вас открыть бизнес. Ну, не получится. Ну, нет. Вы посмотрите, сколько сейчас, в наше время, сколько бизнесов, менов. Вы только посмотрите, сколько сейчас магазинов различной весовой категории, скажем так. От самых маленьких, захудаленьких, где нет даже нормальной колбасы, до массивных, таких вот огроменных, где, помимо продуктового магазина, есть кинотеатр. И всякие различные способы отдыха, скажем так. Так, да не получится у вас, ну, просто не получится. Вот, что я хочу вам сказать. Но нет. Возможно, у кого-то и получится. Если кто очень такой вот настрой имеет, захотел открыть бизнес, открою его любыми средствами. Буду добиваться всего самого того. Ну, таких, как я считаю, мало. Да и я не считаю, собственно говоря. Ну, просто не знаю, в общем, как это будет у вас. Просто не знаю. И опять же говорю, получилось видео большое. И, собственно говоря, даже, по-моему, мне кажется, ну, не по тематике моего канала, но я просто решил это записать в свои мысли. Я не знаю, зачем я влез, собственно говоря, в бизнес. Глупый своей идеей, блин, сказал. Ну, я не знаю. Возможно, я прав, возможно, не прав. Возможно, прав, возможно, не прав. Я не знаю. Ой, ну и наговорил я, собственно говоря. Да, наговорил. Ну, говорить я умею. Это моё прерогатива, скажем так. Говорить я всегда могу. А вот делать редко. Спасибо. Спасибо. Спасибо.